Цифра дня в начале выпуска. 891 900. Столько россиян на сегодня остаются нетрудоустроенными. Официальное безработице в стране за последнюю неделю снизилось на 1,2%. Об этом сообщили в Росстате. Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Алтай, Тыва, Якутия и Дагестан. В нашем регионе уровень безработицы за последнюю неделю снизился. Сегодня он составляет чуть больше процента от экономически активного населения. Не могут трудоустроиться 15,5 тысяч жителей области. Время деловых новостей на телеканале ОТС. С последними событиями из мира экономики, финансов и бизнеса познакомлю вас я, Борис Киргенеков. Здравствуйте. Вовремя не рассчитались. В Новосибирской области за первый квартал этого года работодатели сглажали своим сотрудникам свыше 105 миллионов рублей. Об этом сообщили в Новосибирск-Стате. Долг по заработной плате в регионе вырос почти на 1,5%. Не могут получить свое жалование 2900 человек. В среднем на одного работника приходится 37 тысяч рублей невыплаченной зарплаты. Большую часть денег компании должны сотрудникам, которые уволились в прошлом году, по данным Новосибирск-Стата. Самыми безответственными предприятиями региона стали монтажно-строительное управление 78, СИП-трубопроводстрой, Леневский домостроительный комбинат и завод промышленно-стальных конструкций. На эти компании приходится 90% долга. Почти каждый второй житель Новосибирска сталкивался с увольнением на работе. Опрос среди жителей мегаполиса провели аналитики портала Зарплата.ру. Причем большая часть респондентов заявила, что инициатором увольнения был работодатель. Каждый пятый сталкивался с сокращением штата или закрытием компаний. Несоответствие должности – самая популярная официальная причина увольнения. Из-за нее теряли работу 48% новосибирцев. Однако респонденты уверены в обратном. По их мнению, в половине случаев работникам пришлось покинуть фирму из-за конфликта с начальством. Треть опрошенных заявили, что их подсидели коллеги. 18% не справились с трудовыми обязанностями. Каждый десятый не смог найти общий язык с коллективом. В Новосибирской области открыта регистрация участников на Технопром-2017. В этом году международный форум стартует 20 июня. Главной темой Технопрома стала программа импортозамещения и новая промышленная революция. Девиз форума «Делай в России». Участники и эксперты обсудят на пленарных заседаниях разработку предложений по повышению конкурентноспособности российской экономики. Концепцию Технопрома уже утвердил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Рогозин. Ежегодный международный форум будет проходить в Новосибирске три дня. Привлекаем зарубежных партнеров. Товарооборот Новосибирской области за первый квартал этого года вырос в полтора раза. Статистику приводят в Сибирском таможенном управлении. Общий объем международной торговли составил 425 миллионов долларов. Количество новосибирских компаний, которые наращивают международные поставки, увеличилось на 13% до 794 предприятий. Среди крупнейших – Новосибирский завод химиконцентратов, Новопорт ГСМ, Новосибирский электронный завод и компания «Металлпрофиль». За границу компания региона отправили товаров на сумму 143 миллиона долларов. Импорт составил 282 миллиона. Как отмечают таможенные органы, товарооборот в области вырос за счет введения предварительного информирования о товарах, которые доставляет авиатранспорт. Молодые люди в возрасте до 25 лет стали чаще оформлять кредиты. В области доля заемщиков этой категории выросла по итогам первого квартала на полпроцента. Статистику приводят аналитики Национального бюро кредитных историй. В целом, по стране схожая динамика доля российских заемщиков в возрасте до 25 лет росла активнее других категорий клиентов банков. Чаще всего молодежь оформляет кредитные карты. По мнению экспертов, хороших зрелых заемщиков не хватает, поэтому кредиторы наращивают молодую аудиторию. Однако таким клиентам следует быть осторожнее с тратой кредитных средств. Нестабильный доход и недостаток профессионального опыта могут повлиять на качественное обслуживание займа, уверены аналитики. Будем ждать удешеврения кредитов. В Центральном банке страны допустили снижение ключевой ставки уже в этом месяце. Цитата дня от Эльвира Набиулиной, главы финансового регулятора. Более быстрое снижение инфляции открывает пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. Я допускаю, что на ближайшем заседании Совета директоров может быть дискуссия о снижении ключевой ставки в диапазоне от четверти до половины процентного пункта. Конец цитаты. На этом мы заканчиваем выпуск деловых новостей. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»